Конь-крылья горца Нужна особая выносливость. Все это присуще к карачаевской лошади. Своей неприхотливостью, работоспособностью, красотой и умением преодолевать казалось неприступные для лошади места, она давно завоевала сердца людей. Верно служа карачаевцам, а потом и другим народам в сотни лет. Трагедия, произошедшая в 1943 году, нанесла огромный урод наследию народа. Уничтожались архивы. В целях ассимиляции карачаевцев точечно расселяли по степям Казахстана и Киргизии. В вечной депортации люди должны были забыть свой язык и культуру. Частью которой была и собственная порода лошадей. Но народ выстоял, по крупицам возрождая утерянные. Клычкири Урусов – патриарх коневодства, энтузиаст, посвятивший большую часть жизни восстановлению карачаевской породы лошадей. Его усилиями в 1989 году она была внесена в реестр пород СССР. Сегодня Клычкири Урусов призывает бережно относиться к породе, чтобы сохранить достояние народа для потомков. Не нужно стремиться огромное количество достигать. Мне коробит, когда говорят, вот у него 200-300 конематок. Зачем? Зачем? Ни одна порода, которая разводилась в табунах такими масштабами, никогда не была достойной. Ахалтикинцев – самая знаменитая порода в мире, самая древняя культурная порода в мире. Она подворно разводилась. 5-7 голов, не больше. Но я не призываю к этому своих. Конечно, держите 100 голов. Но там из 100 голов косяк один. Чистопородных, карачаевских, которые можно было узнавать на расстоянии, что это именно карачаевская порода. А в августе 1998-го произошло историческое событие. Впервые на вершину Эльбруса было совершено восхождение на карачаевской породе лошадей. Произошло это по инициативе Клычкири Урусова. Легендарная конная экспедиция выдвинулась из Учкулана. Его участники были первопроходцами и нуждались в тщательной подготовке. Они запаслись сменными шипами для лошадей, изготовленных особым способом. Собрали снаряжение и разработали маршрут. Для подъема на перевал храбрецы выбрали более короткий, но сложный путь по лужу бывшего ледника, правее основной тропы. Им пришлось прокладывать дорогу по крутому подъему, сплошь усеянному камнями. Конники вели лошадей по незнакомой местности, преодолевая трещины и полагаясь на свою интуицию. Шли они в туманный ветер, а когда склон горы окутала белая мгла и снежного бурана, участники экспедиции лопатами сделали площадку для лошадей. А сами, зарывшись в глубокий снег, в бурках ожидали перемены погоды. Таких моментов пути было немало. Привычных горным кручем лошади шли, аккуратно переставляя ноги, балансируя на крутом склоне. Даур, Ховзук и Белик терпеливо переносили холод и разреженный воздух. Всадники заботились о своих лошадях, и те платили им своей преданностью. Через шесть дней, в августовский полдень, всадники Магомед Беджиев, Дахир Капушев, Мураджет Тоев, альпинисты, Борис Бегиулов, Умар Байрамуков и Лейла Албогачеева при шквалистом ветре до 60 метров в секунду и при температуре минус 28 зашли на восточную вершину Альбруса. А спустя год эти же всадники под руководством Ахмата Тибуева зашли на восточную вершину Исполина. Путь был не менее сложным. На особо крутых участках членам экспедиции приходилось одолбить землю ледоробом. С неимоверными усилиями, шаг за шагом, лошади преодолевали опасные зоны крутого склона горы. Через некоторое время лошадь карачаевской породы и гелик зашла на западную вершину Альбруса. Там тяжелый, как ни парадоксально, отрезок, не там наверху было, вот именно на перевале хоть туда, помнишь эти каменные, громадные, тропа идет, арпенийская, туристская, много лет, но прерывается каменными осыпями. Там, ну как бедная лошадь, вот такие волны в рост человека больше, по ним прыгать надо. И вот умудрялись мы провести этих лошадей и так далее. Так что им там дальше по льдам, по снегам было совсем просто. Это один участок был. Второй участок уже на Седловине, идя на восточную вершину, на тропу, да, сбоку на подъем, с северной стороны есть тропа, не тропа, а натоптанное такое место, где выдувает снег и мелкая галька. И ребята не смогли пройти. Один раз попытались, второй раз Борис настоял, в прямом смысле тут настоял, ребята, еще раз давайте пытаемся, и пробились. Это его заслуга. А так ребята говорят, ну может вернемся, уже дальше лошади не могут идти. Карачаевская порода лошадей ранее привлекала внимание художников, а теперь еще кинематографистов и фотохудожников. В конце 19 века гостеприимный дом Ислама Крымшамхалова был очагом культуры, где собирались передовые люди того времени. Сегодня, спустя более чем столетия, здесь по-прежнему рады всем, кто ценит традиции карачаевского народа. Проведенная фотовыставка – тому свидетельство. Ольга Бабенко – известная фотохудожница из Ставрополя. Восемь лет она работала над этой экспозицией, создавая фотографии, способные вызвать неподдельное восхищение. Любовь к лошадям у Ольги с детства. Однажды на одном из фотосеминаров она узнала о карачаевской породе. Любопытство сменилось настоящей любовью к этим животным. Девушка рассказывает, карачаевские лошади покорили своей уникальностью. Ей отрадно видеть, как люди стараются сохранить традиции, занимаясь разведением этой породы. Карачаевская порода лошадей покорила, конечно, меня своей уникальностью, своей вот этой самобытностью, которую нынешнее поколение все-таки смогло сохранить. Очень приятно видеть, что много молодых людей стараются, занимаются лошадьми, ведут племенной учет, очень грамотный, очень хороший подбор жрецов, кобыл. И это очень радует. Почему именно карачаевские лошади? Я очень люблю тоже горы. Горы для меня это, ну, все-таки, наверное, второй дом. Я себя здесь чувствую гораздо комфортнее, чем внизу, чем там в городе, на море, еще где-то. Вот. И, соответственно, когда я первый раз все-таки выехала на карачаевской лошади в горы, это был, ну, даже не то, что восторг, это было уважение. В первую очередь, это уважение к этому животному. Ногами ты столько не пройдешь и столько на себе не унесешь в любом случае, сколько может тебе помочь вывести именно эта порода лошадей. Вот. Есть другие породы лошадей, конечно, которые тоже уникальны, каждая по-своему. Как и, ну, все люди, как и любое животное, да, оно уникальное. Но как-то вот именно с карачаевской породой лошадей у меня вот сложились такие вот теплые отношения. Работы Ольги Бабенко были высоко ценены профессиональными художниками. Своё восхищение высказали и собравшиеся. Директор музея-заповедника Хаджимур Атальканов за активную работу в популяризацию карачаевской породы лошадей и большой вклад в развитие искусства фотографий вручил Ольге Бабенко цветы и благодарственные грамоты. Инициатор выставки Шрафадзин Узденов много лет занимается популяризацией карачаевской породы лошадей. Он признался, что впервые за многие годы увидел фотографии на эту тематику столь высокого качества. Хотелось ещё раз поблагодарить Ольгу Васильевну за её титанистический труд. Молодая женщина оставит ребёнка, благоверного своего, выезжает в горы, в очень... И под град попадает, под снег попадает, под дождь. Вот с первыми лучами солнце выставляет, в зависимости, какая там панорама и так далее, какие преимущества она это всё знает с юности. И вот такие отменные фотографии. Но никакая непогода не страшна для Ольги Бабенко. Любовь горам и лошадям превосмогает все трудности. Своё чувство к удивительным созданиям фотохудожницы мастерски передаёт в работах, вызывая неподдельное восхищение у посетителей. Любое из творчества Ольги Бабенко ощущаешь дуновение лёгкого ветра, запах горных трав, солнечное тепло. В её работах восходители на Эльбрус, победители различных соревнований, а также обычные лошади. Я спокойно отношусь к любым путешествиям, к любым условиям. И даже там в спальниках где-то там под камнем ночевать, чтобы стоять какой-то табун в горах. Это всё у нас тоже было, всё мы проходили. В том числе вот все эти работы, каждая работа у нас сделана, практически все работы в разных местах. Мы постарались выбрать эти 50 работ, чтобы каждая фотография именно показывала лошадь в разных условиях, в разной среде, в разных местах различных владельцев. Надеюсь, что в этом году я доеду ещё до Кавалины Балкарской республики, в Балкарию. Там есть тоже уже очень хорошие друзья, которые ждут в гости. Я замечаю, что здесь у вас фотографии сделаны в разное время года. Не только летние, когда есть комфортная погода, но и зимние, и в горах. Как вообще-то всё переносилось и непогода? Ну, условия, конечно, различные. И могу сказать, что зимой снимать не тяжелее, чем летом. Летом жарко, летом мухи. Очень сложно лошадей снимать. Летом приходится снимать лошадей очень рано утром, либо уже совсем после обеда, когда солнце уже опустится ниже, уже становится не так жарко, меньше мух. А зимой можно снимать целый день. Солнце спускается ниже, и можно спокойно снимать с утра до вечера, поэтому гораздо спокойнее можно выспаться. Не надо с утра там очень рано вставать. Так что, так же и осенью, и весной раннее то же самое. Меня удивляет, наверное, каждая лошадь. Буквально вот вчера мы спустились в гору ночью. Уже, ну, где-то в 9 часов мы уже только начали рассёдлывать лошадей, когда спустились в гору. И в седле мы находились с 8 утра где-то, да, и до 9 вечера. Мы практически всю дорогу ездили верхом. Верхом мы ездили по горам, мы ездили действительно там по перевалам, к озёрам, искали табуны, подъезжали к ним, снимали. Поэтому эти лошади меня удивляют каждый раз. И каждая карачаевская лошадь меня не то что восхищает, а заставляет её уважать ещё больше. Это лошади, которые, они, наверное, завоёвывают сердца с первого, не то что взгляда, а с первого километра поездки. С фотовыставкой также смогут познакомиться жители и гости Кисловодска. Затем планируется показать её в Москве, в Государственной Думе и Совете Федерации.